В Олимпийских играх приняли участие 3600 спортсменов из 201 страны мира. Молдавская команда на них была представлена 11 участниками, среди которых был и наш земляк, борец-вольник Дмитрий Чакуста. После этой выигранной победы я на следующий день сразу же забыл об этой медали. То, что я выиграл вчера, это уже в прошлом осталось. Я иду только в будущее и тренируюсь только сейчас. Буду тренироваться только ради золота. Серебро, бронза у меня есть, сейчас буду стремиться только к золоту. Чтобы добиться большого успеха, главное, нужно режим, питание. Все, больше ничего не надо. И вера в себя, конечно же. Дмитрий – уроженец села Авдарма. На его торжество собралось много односельчан. Все они гордятся его победами и желают спортсмену дальнейших успехов и побед. Мы, конечно же, горды нашим земляком. И мы думаем, что впоследствии он завоюет для нашего села, для Гагаузи, да и для всей Молдовы и золотую олимпийскую медаль в этом виде спорта. Мы чествуем нашего односельчанина, который смог представить достойно Молдову, представить достойно Гагаузию и наше маленькое, но красивое дружное село Авдарма на соревнованиях международного масштаба. Конечно, сегодня каждый, кто присутствует на этом празднике, каждый ребенок сможет увидеть реальный случай из жизни. Что вот парнишка, мальчишка, который обучался в нашей школе, рос и воспитывался нашими учителями, смог достичь таких больших высот. Дмитрий – старший сын в многодетной семье. Для своего брата и двух сестер он является примером для подражания, а для родителей – небывалой гордостью. И он всегда у нас был борцом за справедливость, и в вольной борьбе получилось, что он тоже настоящим борцом получился. Мне кажется, что вот именно его настойчивость и иногда дерзкость, может, которая иногда учителям даже не нравилась, может быть, потому что он за справедливость всегда выступал, за одноклассников заступался всегда. Может быть, именно это качество ему в этом и помогло. В честь Дмитрия Чакуста на данном торжестве состоялся праздничный концерт с участием местных и республиканских артистов Молдовы.